Ирина Зартайская. Тим живет тут. Из книги «Не поверишь». Меня зовут Тим, и мне 10. Тим, значит, Тимофей. Также зовут бабушкиного кота. Ему тоже 10. Он старый, и у него все время лезет шерсть. Бабушка вычесывает ее специальной щеткой, но это не помогает. «Я выгляжу намного лучше Тимофея, и я не линяю, могу быстро бегать и высоко прыгать. У меня отличное зрение, и я хорошо слышу». Бабушка говорит, что Тимофей долгожитель. «Значит, и я тоже долгожитель?» – спросил я однажды. Бабушка засмеялась. «Видишь ли», – сказала она, – «один год в жизни кота равен семи годам жизни человека». Я посчитал. Получилось, что Тимофею 70 лет. «Ого», – сказал я, и посмотрел на кота с уважением. У меня есть сестра. Она очень маленькая, ей всего 10 месяцев. Ее зовут Зой, и она недавно научилась ходить. Мама говорит, что скоро она будет бегать быстрее меня. Я так не думаю. С такими коротенькими ножками, как у Зой, далеко не убежишь. Конечно, маме я этого не говорю, зачем ее огорчать. Мама любит Зой, папа любит Зой, а я люблю, когда она щиплет меня за нос. И еще мне нравится щекотать ей живот. Тогда она громко смеется, и я смеюсь. И родители тоже. Хорошо, когда мы смеемся все вместе. Еще у меня есть лучший друг. Его зовут Генка, и он живет в соседнем доме. Когда появилась Зой, Генка сказал, «Ну, теперь все». «Что все?» – не понял я. «Да все», – вздохнул Генка. «Они теперь с ума сойдут. Все подарки ей, а тебе кукиш». «Кукиш». «А ты-то почем знаешь?» – Генка покачал головой. «Ай, у Лешки Соколова та же история». Действительно, подумал я. Если у Лешки Соколова та же история, значит, надо держаться. Правда, держаться оказалось особо незачем. Родители вели себя так же, как раньше. Папа водил меня в зоологические музеи на подводную лодку. Мама готовила мои любимые тосты с сыром и целовала в лоб, провожая в школу. Но на душе у меня было неспокойно. Я все время ожидал, что произойдет что-то необычное и подозрительное. Такое, из-за чего бы я сразу понял, что меня больше не любят. Ждал-ждал и, наконец, дождался. На Новый год папа с мамой подарили мне мобильный телефон. Я давно о нем мечтал. У нас в классе мобильники уже у всех есть. «Смотри», – сказал я Генке. «А ты говорил, держись». Генка недоверчиво взглянул на телефон, посмотрел меню, послушал звук. «А игр сколько?» – спросил Генка. «Три», – гордо ответил я и показал папку с играми. Генка помотал головой и вздохнул. «Пф, бедняга», – сказал он, и похлопал меня по плечу. «Даже не понял, что тебя облапошили». Я отобрал у Генки мобильник и сунул его в карман. «Почему это?» – спросил я. «Почему, почему?» – протянул Генка. «Устаревшая модель. Я видела такую в магазине. Копейки стоит». «Ну и что?» – я притворился, что мне все равно. «А то», – продолжал Генка, – «что началось твое притеснение. Вот скажи, что Зойке подарили?» Я попытался вспомнить. Какие-то пластиковые кубики, куклу с закрывающимися глазами, игрушечную коляску, мячик, платье с бантиками, музыкальную шкатулку. «Можешь не перечислять», – остановил меня Генка. «Чуешь разницу? А тебе какой-то старый калькулятор?» «Мобильник», – поправил я Генку. «Да, одно и то же», – отмахнулся он. «Мне казалось, что в Генкиных словах нет ни капли правды. Если меня стали меньше любить, то зачем вообще дарить подарки? Оставили бы с носом. Я бы сразу все понял, к чему такие намеки». На Майдовы да Генка ответил. «Родители – люди деликатные». «Не могли же они тебе ни с того ни с сего заявить, Тимофей Игоревич, мы вас больше не любим. Уходите». Вот и выбрали осторожную тактику. Сперва некачественные подарки, потом протухшая еда, коврик вместо кровати, а там и до детского дома недалеко. Я ужаснулся. Ни в какой детский дом я не хотел, максимум к бабушке. Но у нее уже есть один Тимофей. Он хоть и старый, но она его ни за какие коврижки на меня не променяет. Тем более я ем больше. А может быть, бабушка вообще с родителями заодно? Она ведь, кажется, тоже Зой какую-то дорогую штуковину подарила. «Лошадку», – вспомнил я вслух. «Чего?» – переспросил Генка. «Да так, ничего». Я достал телефон из заднего кармана. Кажется, он еще и не новый. Ну да, наверное, в комиссионке купили. Мне стало совсем тоскливо. Я положил телефон обратно, сполз спиной по стенке и сел на пол. «Что же теперь делать?» – спросил я сам себя. Ответил Генка. «Не отчаивайся!» – сказал он. «Мы тебя спасем. Я тысячу раз об этом фильме видел. Надо тебя похитить. Ну, чтобы родители заволновались и поняли, как ты им дорог. Я посмотрел на Генку снизу вверх. Кому я такой нужен? Меня похищать-то некому. «Похитители всегда найдутся», – заверил меня Генка. «К тому же не обязательно ведь по-настоящему тебя красть. А родители пусть думают, что все взаправду». Генка сел рядом и стал объяснять. Он сказал, что нужно самим написать анонимное письмо. А лучше вырезать буквы из журналов и составить из них слова, чтобы нельзя было определить почерк. Оставить письмо под дверью, а самому денек где-нибудь переждать. Родителям суток вполне хватит, чтобы поволноваться. А потом, когда они потеряют надежду и раскаются в своих коварных умыслах, я и появлюсь. Скажу, что чудом сбежал от похитителей. Вот и все. Из кармана послышалась веселая мелодия. Звонил папа. Сказал, что не сможет заехать за мной. Зоя надо везти в поликлинику. «Дело труба», – сказал Генка. Я понурился. «Наверное, Генка прав. Без самопохищения не обойтись». «А где же мне всю ночь сидеть?» – сказал я обреченно. Генка встал и потянул меня за собой. «Пойдем ко мне», – сказал он. «Я тебя дома спрячу. Мама и не заметит». Пока мы шли к Генке домой, мне вспомнился кот Тимофей. Бабушка часто говорила о том, что в 10 лет коты уже становятся обузой. За ними надо постоянно прибирать, мыть и стирать. Я вспомнила, как часто мама за мной убирает. Мне стало так горько, что захотелось плакать. Наверное, я сам виноват, что меня разлюбили. Но ведь и Зоя не подарок. Постоянно разбрасывает игрушки на полу, лезет куда не надо. А я ей ни слова. Говорят, она еще маленькая, не понимает. Наверное, рассчитывать на то, что когда вырастет, будет аккуратней. «Ха», – сказала я вслух. Генка, который шел чуть впереди, обернулся. «Ты чего?» – спросила. Я махнул рукой, и мы пошли дальше. Я больше ни о чем не думала. Дома у Генки никого не оказалось. Мама должна была прийти поздно, а папа работал в ночь. Мы стали искать журналы и вырезать нужные буквы. Сперва получилось так. «Мы похитили Тима. Давайте выкуп. Похитители». «Чего-то не хватает», – сказал Генка и добавил. «Мы похитили Тима. Давайте выкуп. Убьем. Похитители». «Как-то непонятно получается», – сказал я. «Кого они убивать собираются? Родителей? Выкуп? Или меня?» Генка задумался. «Да», – сказал он. «Действительно непонятно». Генка стал рыться в журналах. «Вот что получилось теперь». «Мы похитили Тима. Давайте выкуп. Убьем Тима. Похитители». «Ну как?» – спросил Генка. «Уже лучше», – сказал я. «Только теперь кажется, что они меня убьют, когда выкуп получат». Генка недовольно заворчал. «Ты прям как Тамара Петровна по-русскому. Ну вот вечно найдешь, к чему придраться». И Генка снова стал орудовать ножницами. «Все, больше не буду переделывать», – сказал он и показал мне письмо. «Мы похитили Тима. Давайте выкуп. Не дадите, убьем Тима. Похитители». «Прекрасно», – одобрил я. И даже немного испугался. Так правдоподобно Генка все написал. «Тогда я понес», – сказал Генка. «Куда?» «К тебе, конечно», – Генка нахлобучил шапку. «Тебя же уже похитили». И Генка пошел ко мне. А я остался сидеть у Генки. Было тихо. Так тихо, что я слышал, как тикают часы в соседней комнате. Я выглянула в окно. Генка, наверное, уже пошел в мой подъезд. «Интересно, а что скажет папа, когда прочтет письмо? И будет ли плакать мама?» «Зоя, конечно, ничего не скажет, а плачет она и так постоянно. А вдруг мама и папа обрадуются и не захотят меня возвращать тогда, что всю жизнь у Генки жить?» Я огляделся. На пыльном экране телевизора было выведено Гена. Рядом нарисованы рожицы. Край ковра залезал под диван. На столе ваза с сухими цветами. Я снова посмотрела на улицу. Нашел окна своей квартиры и провел пальцем по стеклу. «Там живет Тим», – сказал я. На окне остался след от моего дыхания. В дверном замке повернули ключ. «Дело сделано!» – крикнул Генка из коридора. Я выскочил, побежал к нему. «Ну как? Расскажи!» Генка победоносно вскинул голову. «Ай, ерунда!» – засунул письмо под дверь. «И фьють!» – Генка присвистнул. «Только меня и видели». Генка даже не позвонил. Звонок. Подумал, сами заметят. Не будут же они все время дома сидеть. Тем более папа сказал, что они поедут с Зой в поликлинику. Теперь оставалось только ждать. Весь вечер, всю ночь, еще утро. «А днем уже можно будет пойти?» – спросил я Генку. «Днем можно», – кивнул он. «Лучше бы, конечно, до вечера их помучить. Но раз тебе не сидится». Завтра было воскресенье. Нам с Генкой повезло, что в школу не нужно. Туда ведь все равно пришлось бы идти, похитили тебя или нет. Мы сидели с Генкой на кухне и пили чай. «Люблю горячий», – сказал Генка и довольно зажмурился. «А ты?» А я всегда холодной водой разбавляю. Я смотрела на Генку и думала о том, что нет у него ни брата, ни сестры. Что ему, наверное, скучно сидеть здесь одному, ждать родителей с работы. Я снова посмотрела на свой дом. Мне захотелось высунуться в окно и крикнуть, что я сел. «Я тут!» Но я не крикнула. Меня похитили. Я теперь вынужден был сидеть у Генки и пить горячий чай. «Я вот что думаю», – сказал Генка. «Мобильник отключи. Они ведь звонить будут». Я достала телефон. Вообще-то он мне нравился. Не знаю, почему Генка решил, что телефон устарел. Теперь мне казалось, что он совершенно новый. «Да, я выключу», – не выдержал Генка. Я отдернул руку и замотал головой. Я вспомнила, как смеялась Зой, когда я в первый раз показал ей язык. А еще я вспомнил, как мама сегодня утром завязала мне развязавшийся шнурок. А папа засмеялся и взъерошил мои волосы. Я вскочил с табуретки так резко, что она упала Генке на ногу. «Ты чего?» Генка схватился за ушибленное место. «Извини», – крикнул я, на ходу надевая пальто. «Не хочу я похищаться». И выскочил во двор. Мне хотелось во что бы то ни стало успеть домой до того, как родители прочтут письмо. Я бежал со всех ног. Ботинки скользили, шапка съехала на глаза. Я попытался ее поправить, потерял равновесие и бум! Когда я открыл глаза, то увидел папу. У него изо рта шел пар. «Сколько раз я тебе говорил, ну не бегай так быстро». Я кивнул. «Ты не ушибся?» – послушался мамин голос. Я помотал головой. Папа помог мне встать. «А я вас увидел», – сказал я, как-то тихо и неуверенно. Мы пошли домой. Письмо в двери не оказалось. Я перевесился через перила и увидел. Видно, Генка в попыхах перепутал квартиры и оставил записку этажом ниже. Там живет старенький дедушка, который редко выходит из дома. Записку я потом забрал и порвал на множество маленьких кусочков. Зоя смотрела, как я рву бумагу и смеялась. «Что это ты рвешь?» – спросила мама, присаживаясь рядом. Я подняла на нее глаза. «Вы ведь меня любите?» Наверное, это прозвучало очень жалобно, потому что мама улыбнулась и сказала. «Тим живет тут». И показала туда, где сердце. Я бросился к маме и обнял ее, что есть сил. Через несколько дней Тимофей сбежал из дома. «И куда его понесло на старости лет?» – спросила бабушка, грустно глядя в окно. Я посмотрела на котенка, которого она вчера подобрала в подъезде. «Не переживай», – сказал я бабушке и взял ее за фартук. «Он вернется». Конечно, Тимофей не мог оставить записку, но если бы она была, я знаю, что в ней было бы написано. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok